Перспектива Грузии попасть в Европейский Союз уже совсем не радужная. Местные жители к разочарованию европейских властей вовсе не собираются менять традиционные ценности. А объявленная неделя толерантности и вовсе больше походила на гражданскую войну с десятками пострадавших и сотней задержанных. Ещё до начала мероприятия в поддержку секс-меньшинств грузины дали понять – мириться с западными веяниями на своих улицах не будут. Противники гей-парадов в Тбилиси потребовали выдворить из Грузии посла Соединённых Штатов. Представитель общества защиты прав детей заявил, что воля народа Грузии не допустить проведения этого сомнительного марша достоинства. Как выразились активисты, Европа оккупировала идеологию Грузии. Идёт многолетнее навязывание гомосексуализма. Мы протестуем против пропаганды Запада и пропаганды нетрадиционных отношений в Грузии. Мы будем предотвращать любую их деятельность, связанную с популяризацией ЛГБТ. Но слов и требований граждан для предотвращения навязываемой европеизации оказалось недостаточно. И вот уже 1 июля грузинам пришлось перейти от слов к действиям. В стране выдалась по-настоящему неспокойная ночь. В одном из столичных кинотеатров проходил кинопоказ, открывающий неделю радужных мероприятий. Однако посмотреть на сие торжество пришли не только ценители западных веяний. Консерваторы попытались прорвать оцепление полиции у здания. Зрители из зала выводили под охраной и увозили на микроавтобусах. Европа обвинила их в насилии и жестокости, не желая принимать во внимание особенности менталитета и укоренившиеся взгляды народа. Ведь где, как ни в кавказской стране, вопрос семейных ценностей мог вызвать такую бурю эмоций? А может быть, Запад нащупал тот самый рычаг давления? Ведь как объяснить то, что даже после таких инцидентов радужные мероприятия в стране продолжились? Не помешало провести сомнительный марш достоинства и заявление премьер-министра Грузии. У нас многовековая история, как у одного из самых древних народов. У нас есть многочисленные примеры сосуществования, и ни один из представителей нашей нации, будь то люди, отличающиеся по религиозным или каким-либо другим признакам, никогда не сталкивался с такими проблемами. Однако эта акция несёт риск гражданского противостояния. Как вы знаете, для большинства населения проведение этой акции неприемлемо. Соответственно, я считаю, что мероприятие на проспекте Руставели состояться не должно. Слова сбылись как пророчества, Грузии всё же пришлось восстать против тщетно навязываемых ценностей. 5 июля в центре Тбилиси разгорелось настоящее противостояние между консерваторами и сторонниками ЛГБТ-комьюнити. В результате чего противники толерантных прорвались к зданию парламента и разорвали флаг Европейского союза. Потом ситуация ожидаемо накалилась. Вспыхнули жестокие столкновения и массовые задержания. В ходе акции возмущения и защиты правоохранители задержали более сотни человек. На фоне жестоких событий президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что права ЛГБТ – это не второстепенная проблема. Она касается фундаментальных свобод. Не оставил без внимания ситуацию и Госдеп США. Лидеры и правоохранительные органы Грузии обязаны защищать конституционные правы на свободу выражения мнений и собраний и задерживать совершивших насилие. Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархеле заявил, чтобы подать заявку на членство в Союзе в 2024 году Грузии придется сделать очень много. Евросоюз дал четко понять – путь к интеграции лежит в том числе и через гей-парады. Вот только обойти чистоту моральных взглядов самобытных грузин не удалось по голубой тропинке. Яна Менделева, Вокруг планеты.